Мама! Мама! 90-летняя женщина не отзывается уже 4 дня. Дочь в панике. Боится, жива ли старушка. На место вызывает милицию и спасателей. Решают ломать окно. Пенсионерка Мария Нетёса в заточении уже больше полугода, рассказывает соседка женщины. В собственном доме её заперла опекун. С подругой молодости в последнее время приходилось общаться через окно. Я говорю, вы кушать хотите? Да. Вам дают есть? Нет. А я говорю, а что ж вы ели? Сухарик нашла. Нормально? Почему при живой дочке за матерью ухаживает чужая женщина? Людмила Гаевская говорит, семью попросту обманули. Повезли её в нотариальную контору. Она с полной уверенностью, что подписывает завещание. А на самом деле это был договор пожизненного содержания. Думала, что беден делает на меня завещание. Теперь, уверяет дочь, к матери её не пускают. В доме сменили замки. Опекунша, она сказала, и не суйся туда. Я тебя урою. У меня всё схвачено. Материал соберём, зарегистрируем этот материал. Спасатели проникают в квартиру. Из-за двери в одну из комнат слышен голос старушки. Женщина жива, но эта дверь заперта. Мама! Дочь ваша здесь, Люда. Беспокоится о вас. В комнате беспорядок. В нос бьёт едкий запах. Мария не тёса, извиняется. Говорит, болеет. С постели не встаёт. Мамочка! Перестань, перестань, перестань. Мария не тёса просит не бросать её одну в квартире. Боится, опекуны будут ругать за непрошенных гостей. Они не меня толкали, знаете как. Что вы уже провалились? Или я от них, или они от меня. Они всё это сделали. Сами сделали. Шахраи, шахраи. На пороге появляется опекун старушки. Женщина не понимает, зачем в доме сорвали двери. Вы же сами просите, чтобы я вас закрывала. Не правда, броня. Не пришли. По словам опекуна, пенсионерка сама просила за ней ухаживать. Детям, мол, она не нужна. Общались, общались. Она сама сказала, дочка такая-сякая, я с ней не хочу. За пенсионеркой, уверяет опекун, она ухаживает уже почти 10 лет. Чаёк, компотик, то, сё. Я даже открывать и холодильник, икра, рыба красная. Я сама того не ем, что несу ей. Сметанка, творожок. Детям просто нужна квартира старушки, говорит Лариса Драгомир. Расторгнуть договор они пытались через суд. Но тогда пенсионерка была на стороне опекунов. Позже Мария Нетёса ещё и заявление в прокуратуру на свою дочь написала. Та якобы украла у неё документы. Так или иначе, теперь передумала. С детьми опять хочет дружить. Только вот опекун отказываться от квартиры, которая стоит на кону, тоже не собирается. Мол, слишком много вытерпела за эти годы. Екатерина Морозова, Иван Наконечный, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова